Квадрокоптер DJI Mavic теперь в прошлом. Ведь на смену китайцу приходит украинский шмавик. Да, вам не послышалось. БПЛА с таким причудливым и немного карикатурным названием вскоре может массово появиться на вооружении ВСУ. Украинские инженеры привносят свои решения на рынок, придумывая и фактически модифицируя собственное устройство для того, чтобы создать конкуренцию тем устройствам потребительского сегмента, которые очень активно используются. Украинский шмавик это не какой-то новый сверхнетесный дрон. На самом деле это разработка и адаптация существующих дронов, тех же самых FPV, у которых 10-дюймового размера рамы, у которых просто отдельное внимание уделено качеству видеосигнала и трансляции радио. При весе менее килограмма отечественный дрон может находиться в воздухе до 80 минут, подыматься на высоту 1500 метров и развивать скорость до 25 км в час. Но самое главное, что отличает его от китайского брата, это устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы противника. Отсутствие таковой у Мавика делает его легкой мишенью и фактически дорогим и очень расходным материалом. Дрон это расходный материал. Все заключается в том, что жизнь дрона может быть всего либо на один полет, либо максимум до 10 вылетов. Больше он не может летать. Это связано с тем, что противнику совершенствует свою систему РЭП. Украинский же аналог напротив на поле боя показал высокую живучесть. Отечественный дрон научился изменять частоты для обхода работы средств РЭП, устойчив к повреждениям и пригоден для ремонта в полевых условиях. При этом система навигации беспилотника отсеивает ложные данные и может выключать работу со спутниками и при необходимости мгновенно переводить дрон в ручной режим управления. Такой роскошью китайские Мавики похвастаться не могли. Сейчас мы видим перед собой украинское разведывательное устройство, которое занимает нишу для выполнения разведки на дистанциях до 10 километров. Отличительная особенность Мавика от всех других это качество картинки. И именно визуальная функция сопровождения целей, проведения разведки, выполнения работы по поиску скрытых угроз. Именно эта функция необходима украинским защитникам и именно эта функция должна быть заменена украинским оборудованием. Сказано, сделано. Уже в феврале этого года, всего лишь через 12 месяцев после начала разработки и проектирования, квадрокоптер был испытан в условиях радиопомех. На сегодня собраны первые 300 единиц БПЛА для испытаний в условиях реальных боевых действий. К началу же лета компания хочет запустить уже производственную линию, рассчитанную как минимум на 500 дронов в месяц. К осени их количество должно увеличиться в пятеро, а к концу года разработчики обещают ежемесячно поставлять на фронт до 5000 таких птичек. Беспилотные летательные аппараты помогают авиаразведке. Речь идет о корректировке огня артиллерии, определении цели, ее идентификация. Самый оптимальный вариант – связь оператора-беспилотника с арт-разведкой. Это значительно сокращает время передачи информации и, соответственно, больнее работает артиллерия вооруженных сил Украины. Это, в свою очередь, приведет к ощутимым изменениям на фронте, считают аналитики. Ведь отечественный «Шмавик» лучше приспособленный для фронта, чем любой гражданский квадрокоптер. Это лишь знак для того, чтобы украинские инженеры начинали производить массово такое оборудование. Кроме разведки, украинский «Шмавик» неплохо зарекомендовал себя и в качестве ударного БПЛА. Дрон имеет штатный механизм сброса двух боеприпасов по 500 грамм, что делает его многофункциональным смертоносным оружием. Возможность использовать дрон вместе с полезной нагрузкой, которая фактически является активным грузом, способным уничтожить противника, делает его сравнимым с артиллерией, сравнимым с ручным гранатометом, сравнимым с различными другими устройствами. Дрон может поражать цели с хирургической точностью, что делает его альтернативой современной артиллерии. Продолжение следует...